Всем привет! Портавик.ру представляет видеообзор GPS-надигатора MAJ GN430. После первого знакомства с этим устройством прошло время. Мы проверили его в деле и сейчас расскажем о впечатлениях. Но перед этим сделаем важное уточнение. Софт-тач не нужен человечеству. А софт-тач тут везде. Под ним царапинами и отпечатками пальцев скрывается обычный прямоугольный корпус. Габариты таковы 120 на 90 и 22 миллиметра. В общем, конечно, не для ношения в руке. А вот в машине свои функции будет выполнять уверенно. Благо, данные для него есть. Экран с диагонали лезет целых 92 сотых сантиметра. Это 4,3 дюйма. Хороший процессор Samsung имеет тактовую частоту и 400 МГц. Стандартно 256 МБ флеш-памяти и 64 МБ памяти оперативной. За навигацию отвечает чип Surfstar 3. Результаты тестирования отменные. Время холодного запуска вообще работа без нареканий. Ну, конечно, какие уж тут нарекания. И после ужасного софт-тач все кажется прекрасным. Даже, наверное, кудром будет попрактичней, чем этот софт-тач. Напомним еще про хорошие мультимедиа возможности. Можете просматривать фотографии, слушать музыку и смотреть видео. Пока осознаете, перейдем к комплекту поставки. Чехол обычный, матерчатый, без пафоса, но практичный. Хоть дырку в нем прорезай, и так работает, честное слово, лишь бы этот софт-тач не видеть. Крепление на стекло. Диск с программным обеспечением. Руководство пользователя. О, здравствуй, простая, добрая, практичная пластмасса. Автомобильное зарядное устройство. Обратите внимание, что тут собственный разъем, но есть и мини-USB гнездо, так что для зарядки возможности широки. Автомобильный держатель. Он стандартный и хорошо регулируется. Сетевое зарядное устройство. Опять же, собственный разъем. И кабель синхронизации. Подытожим, функциональный девайс с хорошими характеристиками и широкими мультивиде-возможностями. Так что, вперед в дорогу, пока софт-тач не захватил мир. Продолжение следует...